Омнамо Бхагавате Васудевая Омнамо Бхагавате Васудевая Омнамо Бхагавате Васудевая Я прочитаю тексты Шима Бхагавате Восьмая песня, третья глава, тридцатый стих Звучит так Санта-сарасео, рубалена, грехи-та-арто, дриштвам, гарутма-тихаринка, упапта-чатрам Уткшипья-самбуджа, карам-дирам, аха-кричхран Нараяна, кхилагуро, бхагаван, намасте Переводится так Гаджендру схватил крокодил, находившийся в воде И он мучился от невыносимой боли Но когда он увидел в небе на спине горуды Господа Нараяна с чакрой в руках, он сразу же сорвал хоботом цветок локуса И с большим трудом преодолевая боль произнес О Господь Нараяна, властелин вселенную, верховная личность Бога, я почтительно склоняюсь перед тобой Комментарии Божественной, я стеба, от виданки с вами, что вы так упаду Царство Новто хотел увидеть верховную личность Бога, что когда заметил в небе приближающегося Господа То преодолевая боль едва слышно вырезанным почтением Предный не считает опасное положение опасным, ибо оно дарует ему возможность горячо, самозабвенно молиться Господа Поэтому для предного опасность ничем не хуже удачи Когда предный сталкивается с бедой, он воспринимает ее под великую милость Господа Ибо она позволяет ему со всей искренностью обратить мысли к Господу и не отвлекаться ни на что другое Предный не винит верховного Господа в том, что он позволил ему оказаться в опасности Напротив, он считает, что это опасное положение, результат его собственных прегрешений И видит в нем возможность обратиться с молитвами Господа и поблагодарить его за неспособную милость Если предный живет в таком сознании, то спасение или возвращение домой к Богу ему обеспечено Это подтверждается на примере Гаджендры, который горячо молился Господу и тем самым сразу обрел возможность вернуться домой к Богу О Магиана Тимирандася Динанджана Шалакаян Чекшурн Миритаминан Тасмай Шри Гуравинамаха Шри Читания Манопхистам Схатитаминадхутори Своя Мрупа Кадамахаян Додатисхата Бантикам Манчикахат, Губишчам, Крипасинхубе, Альваччам, Патитанам, Паваникхёвочная, Пхёвнамуна Магам Джайши Кришна Чайтания, Табу Нитянанда, Шри Адвай, Пепетатхара, Шри Васиди Горя Бахтавринда Гаре Кришна, Гаре Кришна, 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 Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Рама ЧSound Мы к Паре Рама, Гаре Рама, Шри Горя Бахтавринда Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Рама, Гаре Рама, Гaurus и Табу Нитянсты Сегодня мы поговорим о трудностях, они присутствуют, кому-то было сегодня трудно сюда добираться, даже простой снег вызывает какие-то трудности, но мы поговорим о трудностях тонких. Что это такое трудность, какова природа трудности, что это состояние такое особое, нужно разобраться в этом моменте, трудность, мы видим, прослеживается труд, есть какая-то связь очень тонкая, и мы можем поискать эту связь и найти. И у нас состоит в том, что трудность появляется тогда, когда мы перестаем работать над собой, когда мы перестаем трудиться над собой. Трудность. Как только человек перестает действовать, тут же появляется трудность. Лень, нежелание, расслабленность, тут же все становится трудным, тут же появляются препятствия. Когда активность достаточно высока, фактически человек даже не замечает трудности. Ну так, то есть, в общем-то, стандартное явление. Ну что, ну, так сказать, встал, ну пошел, ну добрался, ну поработал 12 часов, ну вернулся домой. Естественно, состояние даже это как трудность не воспринимается. Но как только активность сокращается, а как только активность становится меньше, тут же все становится непреодолимым. Тут же все становится тяжелым. То есть, если человек пролых, вставать и утром, что такое, встал, пошел. Но если человек расслабился, ленится, так трудно, это все, даже один глаз трудно открыть. Второй глаз трудно открыть. Устать куда-то пойти, даже человек встал-пошел, все равно устал идти, вернулся, лег и все, постал. Не замечали, как человек устает утром сходить куда-то, сходил, вернулся. А уж тем более куда-то поехать, не дай бог, на другой конец города, еще что-то. То есть, как только человек перестает трудиться, приходит трудность. Перестал трудиться, пришла трудность. Есть связь, конечно, факт. Поэтому наш выбор очень прост. Или мы сами работаем над собой, или к нам приходит трудность, которая, так сказать, заставляет нас работать над собой. Помогает нам, воодушевляет нас. Трудность воодушевляет. Наверняка вы это замечаете. Трудность воодушевляет. Сразу появляется энтузиазм, радость в глазах, блеск. Какие-то, так сказать, две возвышенные гуны появляются. Как минимум гуны в страхе. Лицо становится красным. Человек довольный. Все, которые в трудности пришли, он всем, так сказать, как-то сообщает об этом маме, там звонит папе, еще кому-то. О, такая сложность возникла. Все ему сопереживают. Ну, давай, молодец. Чувствует в себе внимание. Это интересно. Трудность сделает жизнь интересной. Или мы сами себе делаем жизнь интересной. Или трудность приходит, чтобы сделать нашу жизнь интересной. И потом человек еще удивляется. Ну, за что? Как за что? Чтобы интереснее было? Тебе же грустно. От грусти как раз все глупости-то и проявляются. Что такое? Лень. Лень – это начало формирования глупости. Как только мы начинаем лениться, как только нам все равно все скучно, тут же начинает формироваться глупость. Это первый признак того, что глупость пришла в сознание. Она начинает формироваться. Мы начинаем ее обдумывать. Все. Тут же начинаются какие-то явления. Тут же. Даже есть разница между тем, что стоит человек или сидит. Если глупость какая-то приходит, скажем так, такой простой вариант. Если глупость приходит, и вы лежите, лучше сесть. Глупость еще уходит. Если бы поспешла, вы сидите, лучше встать. Если бы поспешла, и вы стоите, лучше пойдите, куда-нибудь сходите. И забудете. Факт. Сходите хотя бы в магазин. То есть деятельность тут же начинает очищать. Любая активность тут же начинает очищать. Поэтому сознание Кришны это не эстетичная практика. Это активная практика. Есть момент служения. Момент служения, момент активности какой-то. Мент активности, причем достаточно регулируемой, серьезной активности. Иначе тут же начинается трудность. То есть трудность говорит о том, что мы забыли поработать над самим собой. Трудность говорит о том, что мы дали себе незаслуженный отпуск. И в сознание пришли трудности. И мы же потом с ними тяжело боремся. Многие это замечают, например, не любят какие-то долгие праздники. Наверняка вы замечали, бывают долгие праздники. Две недели народ умирается веселиться. Но в конце видно, всем грустно. Всем грустно. В конце все устали. То есть столько вот уже глупостей и пришло, и совершено. Что лучше идти быстрее их расклебываться. Разбираться как-то с этими проблемами. Потому что перестали работать над собой. Что такое работа в нашем понимании? Это концентрация на Боге. Это в какой-то мере для нас сейчас работа. Мы еще не находимся на уровне, когда это естественно для нашего сознания. Если бы это было естественно, мы, в общем-то, и не задавались бы этим вопросом. Это было бы, в общем-то, достаточно просто. Достаточно просто. Вчера я думал долго об этой лекции. И видно, так сильно думал, что перед пробуждением мне сон приснился. Что вот я стою перед Джаганатхами и пою им что-то сказать. И так хорошо я проснулся, так замечательно. Один раз в год приходит такой сон. Хороший и приятный. И так хорошо. И еще в метро я долго ехал, мне еще было приятно. Так хорошо. Естественно, Господь приснился. И думаешь потом о нем. Но когда я подъезжал, уже вылетрелся. Уже вылетрелся, уже ушло. Я уже вспомнил каких-то делах о том, о сём. Ну все. Пошел, вышел. У меня чем-то там машина окатила какой-то водой. И все. И у меня окончательно все вылетрелось. И вернулось доброе состояние проблематичности. Наше естественное состояние. И как я не пытался вернуться в это состояние, которое каким-то, так сказать, просто чудом пришло. Естественным образом. Я уже не мог. Уже нужно прилагать огромный усилий. Уже ничего не получается. Все равно это искусственно. Все равно уже не то. Концентрация на Боге. И как следует из этого стиха, который мы разобрали, если к нам пришли трудности, это признак того, что мы просто отвлеклись. Просто отвлеклись. Есть состояние концентрации, есть состояние отвлечения. Что такое иллюзия? Это отвлечение. Что такое материальный мир? Это место, где все отвлеклись. Здесь просто все отвлеклись. Отвернулись в сторону. Поэтому, в общем-то, такова наша задача вернуть свое настроение, концентрацию. Побороть эту отвлеченность. Поэтому мы сидим перед Божеством. Мы сидим так, чтобы их видеть, чтобы себя держать в поле зрения. Чтобы вернуть это состояние. Просто отвлеклись. Вначале, когда мы только начинали читать лекции, кто-то обязательно вставал из зала и говорил, «Работать вам надо, а вам здорово». И я обижался. Думал, что они так меня обижают? За что? Потом я понял, ведь правду говорят, в принципе. Работать надо, действительно. Нельзя относиться легко к тому, что происходит. Необходимо действительно работать над собой. Они правы. Мы должны работать над собой. Так вот, когда мы хотим работать сами, это и есть в принципе преданное служение. Когда мы хотим работать сами, это и есть в принципе сознание Кришны. Когда мы сами хотим работать над собой. Это есть в принципе одухотворение сознания. Нас никто не заставляет. Мы сами добровольно, готовы отдать свои силы, свое время. Все готовы отдать на этом пути удовлетворения Кришны. Сами. Когда мы сами готовы работать над собой, это сознание Кришны. Это счастье. Когда нас что-то заставляет работать над собой, это страдание. Это сознание Майя. Иллюзия. Даже на простой работе это будет заметно. Если человек сам идет работать, ему самому хочется работать, никто его не заставляет, он счастливый на работе. Если его жизнь заставила, суровая жизнь, жена выгнала из дома, по какой-то причине его это все заставило, он начинает переживать по этому поводу. Начинает страдать. Трудность к нему приходит. Трудность – это признак того, что мы не сами работаем над собой. Мы вынуждены это делать. Вынуждены. Все, Пракупада однажды сказал интересную вещь. Он сказал, хотя в нашем обществе могут быть проблемы, они не важны. Да, проблемы могут быть, они есть, но они не важны. Не так важны. Важно ли что, что нам надлежит сосредоточить свой ум на лотосных ступах Кришны? Важно ли что сосредоточены мы или нет? С вами по себе проблемы не важны. Это естественно. Они приходят укрой. Проблематичность – это естественный аспект материи. В материи есть проблематичность. Мы говорили, сапромат. Материя сопротивляется. Что бы мы не хотели сделать, система будет сопротивляться. Ботинки не будут налазить, носки не будут одеваться, рубашка не будет застегиваться, двери не будут открываться. Все будет как-то противостоять. Это естественно. Это нормально. Поэтому не в этом-то, в общем-то, а проблема, есть трудности или нет, есть сопротивление или нет. Нет. Проблема только в одном. Есть концентрация или нет. Есть сосредоточенности или нет. Вот в этом проблема. А в трудности это не проблема. В трудности это естественно. В трудности это естественное состояние. Это то, что не должно нас удивлять. Человек так удивляется все время. О, трудность пришла. Что здесь удивительно? Она и должна была пройти. А чего ты ждал? то естественное состояние. Мы должны понять, что ошибка наша состоит в том, что мы концентрируемся, сейчас тавтология будет, но ничего. Проблема состоит в том, что мы не концентрируемся на концентрации, а мы концентрируемся на трудности. Проблема в том, что мы сосредоточим на трудностях. Именно это делает нас несчастными, останавливает наше развитие. Мы начинаем слишком переживать по поводу трудности. Мы начинаем слишком волноваться по этому моменту и забываем, что волноваться нужно по поводу сосредоточенности. Мы забываем, о чем нужно волноваться, собственно говоря. Волноваться нужно, это факт. Это тоже естественное состояние. Возникает такая иллюзия, человек думает о духовной практике и избавляет от беспокойств. От материальных – да. От этой части – да. И избавляет от этого беспокойства по поводу трудностей. Человек понимает, это естественно. Но он продолжает волноваться по поводу своей концентрированности. Это должно его волновать. Он не может просто так успокоиться и думать, ну и что, ну, улетел мой ум в Африку, я думаю о бегемотах. Думаю, вот, джиганадцы. Или бегемотов. Кто, где, кто. И мой ум бегает, джиганадцы, бегемоты, бегемоты, джиганадцы, бегемоты. Такая была интересная передача вчера про бегемотов. И ум бегает туда-сюда. Это должно волновать человека. Именно это его должно волновать. Вот действительная трудность. Вернуть ум к Богу. Вот эта трудность. Конечно, достаточно серьезная трудность. Но концентрация на самих трудностях останавливает наше развитие. Да, трудности есть. Да, мы их видим. Да, мы предпринимаем усилия для их разрешения. Но, в конце концов, это не то, на чем нужно концентрироваться. В конце концов, это не основной момент, на котором нужно концентрироваться. Трудности, как мы выяснили, нам говорят, ты просто перестал концентрироваться на Боге. Перестал концентрироваться А мы говорим большое спасибо, мы все поняли И перестаем концентрироваться на Кришну И начинаем концентрироваться на трудности Не на том концентрироваться Трудности, да, приходят к нам Чтобы вернуть наше сознание к Кришне Но вместо того, чтобы концентрироваться на Кришне Мы концентрироваемся на трудности И забываем о Кришне Вот в этом ловушка Одна из таких серьезных ловушек То есть трудность это Рецепт который прописывает нам лекарство медитацию на Кришну то есть надо пить лекарство а не медитировать на рецепт в этом ошибка состояния мы медитируем на рецепт пришел рецепт, трудность и мы сосредоточены на этой трудности но эта трудность нам что прописывает? больше сконцентрироваться на Боге и вместо того, чтобы пойти и купить лекарство и принять его мы берем рецепт в рамочку стеклянную ставим на алтарь сконцентрироваться на трудностях но весь мир уже сконцентрировался на трудностях бесконечное количество юг фактически все время существования этого мира все живые существа этого мира были сконцентрированы на трудностях что, что-нибудь разрешилось? что-нибудь поменялось? нет? но те, кто сконцентрировались на Боге мы больше здесь не верим мы о них помним мы знаем их имена, они стоят у нас на ауторе, мы их больше у них здесь не видим. Поэтому сознание преданного довольно необычно, довольно необычно, попав в трудную ситуацию, он ведет себя особенным образом, необычным образом, попав в неприятность, он молит Кришну дать ему силы преодолеть эти трудности, а даже не избавить его от этих трудностей. Он просит силы, чтобы пройти эти трудности. Простой, грубый пример. Например, в семье появляется родственный человек, родственный, и он может не принимать какие-то духовные идеи, и он даже начинает причинять беспокойство, начинает причинять какие-то проблемы, появляются проблемы. И о чем молится духовно развитая личность? Она молится, чтобы Господь дал разум этой личности, чтобы Господь дал понимание этой личности, а не о том, чтобы в конце концов эта проблема исчезла. Потому что если мы очень сильно настроены на то, что проблема исчезла, мы становимся разрушительными. Мы хотим убрать проблему, но мы забываем, что проблема всегда передается через какую-то личность. То есть кто-то является почтальоном. И вдруг появляется это сумасшедшее поведение. Почтальон приносит нам, как мы выясняли, да, на предыдущих лекциях, наше же собственное письмо. Мы отправили себе наше собственное письмо. Вчера мы говорили, что такое карма. Карма – это те самые посылки, которые мы отправили сами себе. Мы пришли на почту, отправили сами себе эту посылку. Эта посылка к нам пришла, мы ее открыли, нам не нравится, потому что это внутри, и бьем по лицу почтальон. Вот это поведение предного в семье. Это поведение предного в социуме. Это его посылка. Он ее себе отправил. Да, он забыл, так сказать, когда он ее отправил. Да, он не очень-то думал о том, что она к нему вернется. Но все возвращаются, все посылки возвращаются. Это закон кармы. Все отправленные посылки тебе же возвращают. Великий закон почты. И ты же их и получаешь. И вчера мы также говорили об этом, что если ты отправил некачественные продукты, то получишь ты их уже какими? Подгнившими. И так же в жизни происходит. Мы получаем эти подгнившие продукты в тех бандеролях, которые сами себе отправили. И почтальон не на вас. Убьем его по лицу. Бах. Говорим, надо убрать эту проблему. Почтальон – это проблема. Или почта – это проблема. Или продукты – это проблема. Нет, я – это проблема. А как работать над собой, если мы эту цепочку? Нужно концентрироваться на Богу. Если действительно мы работаем над проблемой, то не в почте проблемой, не в почте проблемой, не в продуктах проблемой, которые сгнили, пока шли. Нет, во мне проблема, я это все задел, я это все. Значит, работать нужно над собой, над своим собственным сознанием, над своей собственной концентрацией. Вот это понимание, в общем-то, и делает нас духовно развитыми личностями. Именно это делает нас духовно развитыми личностями. Все остальное, если мы переключаем свое сознание на какую-то другую часть этой проблемы, а не на себе, а на почту, на почтальон, на посылку, на продукты, все. Начинается агрессия, начинается насилие как таковое. Мы вдруг появляем насилие. Вместо того, чтобы работать над собой, мы проявляем насилие. И так иногда это выглядит достаточно агрессивно. Помните Хираня Кашифов? Захватил три мира, в полубоге чистили ему картошку на сушене. Нарадамуния отвечал за чистоту обуви Хираня Кашифов. Он чистил ему обувь. Чистил ему обувь Хираня Кашифов. А, Нарадамуния. Да, бывали трудности. И он же, Нарадамуния, он же дал решение проблем. Нарадамуния, он же дал решение проблем. Он сказал, с самими трудностями, в принципе, бороться неэффективно. Они приходят, уходят, надо пережидать. Ну, как бороться? Пришел Хираня Кашифов, что с ним сделаешь? У него богословение Брама. С ним бесполезно бороться. Мы думаем, что вот, сейчас Бог мне поможет, и я сразу со всем справлюсь. Посмотрите на эту историю с Хираней Кашифов. Бог появился в последний момент. Когда уже вся картошка была почищена на кухне. Все обувь была, выдраила на Радамунии. Когда все уже получили стопроцентное в чек. И это были великие личности, мы не полубоги. Кто из нас полубог? Кто сейчас сидит, не касается земли? Проверьте, проведите под ним рукой. Полубоги приходят иногда, так можно проверить. Он на коврике сидит, коврик подвигаете, а он на нем не сидит. Притворяется. Так можно его поймать. Посмотрите, величайшие личности, все полубоги. Там и Агни, и Индра, все. Все, даже вопроса нет. Это воины. Величайшие воины, величайшие души, святые. И все попали в эту трудность. Все, кому-то сильно захотелось. И он пришел и устроил. Пришел и устроил. Сказал, я полностью повторю все действия Бога. Я буду как Бог. Сказал, Гавархан подняли, не страшно, я коврику дыму. Он поднял на мизинцере, я говорю, не коврику. Сказал, смотрите, вопросы есть? Все поняли, нет вопросов, проблемы начались. Великая Отечественная война. Все, что сделаешь? Ничего не делаешь. И они приходят время от времени. Посмотрите. Нам пока немножко везет. Какое-то время они не приходят. Более-менее тихо, спокойно. Но это не значит, что они не придут. В любой момент. Он может прийти как угодно. Как близкий человек может прийти. Как сосед. Как первый встречный за углом. Как ребенок может родиться. Как угодно. Что хотите. Любой вариант. И что с этим делать? Бороться с самой трудностью? Что? Трудности убивать, разрушать. Что с ними делать? Нет. Мы не так просто можем это сделать. Необходимо послушать на этот совет Народомуни. И Народомуни говорил. Решение проблем это в общем-то не бороться с самой проблемой. Это подождать пока проблемы естественным образом. В общем-то. А закончится. Решение проблем это когда наступает затишье. Перемирие. Нужно насобираться вместе и концентрироваться на Боге. Ну да, вот и решение. Как только появилась возможность, нужно собираться и концентрироваться на Боге. Вот решение проблем. Решать не саму проблему. То есть. И иногда можно решать, иногда нельзя решать. Иногда нужно просто терпеть. Если решается, ну решаем. Какая проблема? То есть если лампочка перегорела, ну давайте поменяем лампочку. Ну если сосед перегорел. Если вот сосед новый. И он алкоголик. Или у меня, я говорил, да, у меня два соседа, оба рок-музыканта. И все на бас-гитарах играют всю ночь. Суббота на воскресенье. И что мне с ними сделать? Какие есть варианты? Нет вариантов. Нет вариантов. Поэтому все. Поэтому как только выдалось тихое время, нужно пойти и встретиться с теми, кто тоже хочет концентрироваться на Боге. Поэтому он принес эту идею фестиваля. Что такое фестиваль? Это когда все целый год терпят свои проблемы. Потом выбирают время, собираются вместе и концентрируются на Боге. Так появился идея фестиваля. И народому не сказал. Если вы приложите усилия, чтобы так жить, то за это небольшое время вы будете аннулировать те трудности, которые к вам приходили на протяжении всего остального времени. Они будут аннулироваться. Сердце будет очищаться. Вы будете чувствовать радость. Вы будете чувствовать в своем сердце приход Бога. Поэтому он знал, что такое трудность. И народому не знал, что такое трудность. И мы не знаем, что такое трудность. Кто-то работал с вас чистящиком обуви. Ведь никто вообще не работал. А народому не работал. Причем не по своей воле. Поэтому он знал, что такое трудность. И он знал, что такое праздники после трудностей И он рассказал об этом Он принес И это в принципе основа нашей традиции Это стиль нашей духовной жизни Мы идем на какие-то трудности Но потом мы находим время, чтобы собраться Можем один раз в день, один раз в день соберемся Можем один раз в неделю Мы приложим усилия, чтобы один раз в неделю собраться Можем раз в год, раз в год соберемся Как можем, так и соберемся Как трудности отпустят, так и соберемся Поэтому мы сегодня здесь собрались те, кто немножечко выше воспитывания трудностей. Потому что если трудности действительно навалились, уже ничего невозможно говорить. Уже все, уже трудности навалились и держат нас. Прижали. На земле. Даже и мысли нет пойти, так сказать, отдохнуть. Все дела. Знаете, что у нас какой-то прошед сегодня появился. Мы смогли здесь собраться. Спецентрироваться. Спецентрироваться. Также во времена Чандакази. Те же были ситуации, когда преднам не только запрещали бить, но их били. Били. Официально можно было бить тех, кто поет. Полиция. Я не знаю, что там были. Сажали в тюрьмы, сжигали их на запасы зерна. Дома сжигали. Дома сжигали. Во многих местах земли еще осталась такая ситуация. Дом легко сожгут, если вы будете слишком проявлять свою религиозную активность. Сожгут. Ну, были такие времена, и Читания, Махатрабу организовал самый грандиозный фестиваль. Он сказал, будет фестиваль. Насилия не будет, будет фестиваль. И он позвал всех. Всех, кто может прийти. И съехали сотни, говорится, сотни миллионов съехали. Огромное количество съехалось предных. Полубоги все пришли. И мы решили, мы сделаем праздник, но мы сделаем особенный праздник. Мы его сделаем ночью из сотен. Не делайте такие праздники. Это был особенный праздник. И Чангу Казе пришлось задуматься. Вроде праздник, весело все поют, но в этом что-то есть. Во-первых, слишком много людей, во-вторых, все слакивали. И этот праздник решил проблему. И решил проблему, Чанг Казе понял. Слишком веселый праздник. Слишком веселый. Такое простое решение. Проблема разрешилась. Там до сих пор помнят об этом празднике. В этом месте. Люди помнят. Веселый был праздник. Никакого насилия. Просто фестиваль. Хотя с факелами. Ну ничего. Просто фестиваль. Просто пели и плясали. Но до кого-то стало доходить. Что не все так просто. Что такое фестиваль? Фестиваль это когда есть с кем встретиться. И этого очень хочется. Есть с кем встретиться. И этого очень хочется. Это называется в принципе милость Бога. Мы говорим, где это милость Бога? Вот я столько всего делаю. Такие усилия прилагаю. А ничего. Но в Венах описывается, что такое милость Бога. Милость Бога это когда есть с кем встретиться и хочется с ними встретиться. Вот это милость Бога. Есть с кем встретиться? Подвините руки, кому есть с кем встретиться. А хочется с ними встретиться? Хочется. Милость Бога 100%. Не дай Бог, кто-нибудь еще раз мне пожалуется, что Бог не любит нас и не проявляет свою милость. Есть с кем встретиться и очень хочется встретиться. Если милости нет, то может быть что не с кем Очень хочется, но не с кем Мне множество таких писем приходит Так хочу не с кем пообщаться Хоть с вами там Пласть Попереписываться Ты же все это устроил себе Компьютер купил, линию провел Так на эти деньги уже съездил к кому-нибудь Вообще Продай компьютер Отдай свою выделенную линию И на эти деньги съездил На фестиваль съездил куда-нибудь В соседний город съездил, хватит тебе денег В общем вагоне съездил, не страшно Столько общения будет Поэтому иногда вот очень хочется, но не с кем А иногда есть с кем, а вообще не хочется Вот это значит, что да Что мы такое понотворили, что Господь отвернулся от нас Две ситуации Вот это значит, милость ушла Солнце зашло Господь отвернулся Мы провинились, мы в углу стоим Нас поставили в угол Вот такие две ситуации может быть А так есть с кем и хочется И мы ленимся Вот это называется, что мы перестали трудиться Есть с кем хочется и ленимся А что-то лень Как-то лень Вот это называется Слабость сердца То, что описывается в Боговодлике Слабость сердца Это то, что не дает нам двигаться вперед Мы могли двигаться вперед, а не двигаемся Представьте себе Вы много жизней Мы много жизней ждали Того, что нам выпадет возможность получить путевку куда-то В очень хорошее место И мы копили долго деньги Наконец купили билет Мы потратили огромные усилия Приехали заранее на вокзал Подошел поезд И мы стоим около своего вагона И нам лень в него зайти Это сумасшедшее состояние Вот это наше состояние Человек лежит, у него суббота, воскресенье У него есть возможность У него есть скин У него есть желание И он думает, лень Так хорошо дома Тепло Уже картошка вчерашняя осталась Только разогреть Так все замечательно Может хоть сегодня отдохнул Нормально И вот это лень Ура, и поезд ушел И все ей нужно ждать следующего воскресенья И часть жизни потеряны И она ушла И целую неделю уже все обходят У него Оправдательное настроение в сердце Не могу Не было возможности И как только я встречаюсь Он сразу же оправдывается Ну не могу Не было возможности Его еще не спросили ни о чем Он же говорит Не могу Не было возможности Ты что Я тебя не спрашиваю ни о чем Ну и что Все равно не могу Не было возможности Времени не было Отдыхать Должна быть гармония Гармония как раз Это гармония с сердцем Должна быть Если есть кем сердце хочет Нужно быть гармоничным И пойти И встретиться Ну хотя бы позвонить Поэтому проблемы надо решать сердцем Проблемы надо решать сердцем Сам центр сознания Находится не в голове Как думают психологи Почему-то люди идут учиться на психологов Я не знаю почему Я сам лично проучился на психолога И ни одной трезвомышленности Не устроил психолог Ни одной Абсолютный бред От начала до конца Что просто Все не так Вот все Даже скажем До наоборот С чем люди туда идут учиться Я не понимаю Абсолютный бред То есть психология Это наука о душе Душа в сердце находится Психология этого не знает А думаешь Душа в голове находится Думаю тут в голове все Нет там ничего в голове Пусто Случайно нет Никого эффекта Пусто Бесполезно Пусто Просто Процессы происходят Нет Сам центр сознания Находится рядом с сердцем Так и называется Манаса чакра Манаса чакра Рядом с сердцем Манаса чакра Место в котором Узнание находится Манас чакра И как мы выяснили Трудности Это урок От Бога В результате Прохождения которого Мы должны Сочастливее Мы должны Увеличить Свою концентрацию Нам приходит трудность Мы концентрируемся на Боге Приходит трудность Мы концентрируемся на Боге Ушла трудность Перестали концентрироваться Вот этот момент Нужно вас не четко запомнить Трудность Говорит нам Что мы перестали концентрироваться. Поэтому, если мы возвращаемся в концентрацию, трудность, в принципе, больше не нужна. Также Нарадаму не дальше говорил на эту же тему. Он говорил, в чем принцип счастья человечества? Он говорил, счастье человеческое состоит в том, кто такой счастливый человек, он объяснял. Счастливый человек это человек, который имеет возможность заботиться о благодарных. Заботиться о благодарных. Это также милость Господа. Также милость. Потому что, если милости Господа нет, что делать? Или ни о ком заботиться? Или те, о ком мы заботимся, они не благодарны. Вот это значит, милости Господа нет. Грустно же это. Ни о ком заботиться. Хочешь что-то сделать? А никому это на случай не надо. Убери свои деньги. Они грязные. Если что-то делаешь подозрительно, мы тебе не верим. Это страшно. Не приходи, мы тебя боимся. И все о нас говорят, знаете такого? Знаем, подозрительный человек. С ним не связывайтесь. Или мы делаем кому-то что-то от чистого сердца. Он говорит, только все испортил. Только все испортил. Зачем ты вообще пришел? Только все хуже. Только все хуже и хуже. Один человек мне жаловался. Вот пригласил человека там, не помню, что там, а стены там на штукатуре. Ты что, какой-то ремонт? И он мне жаловался. Говорю, вот, плохо все идет. Я говорю, сам тогда делай. Говорю, что бы я сам делал? Я говорю, ну тогда не ругай. Ну как это он же все плохо делает? Тогда сам сделай. Ну как это сам? Ну тогда не ругай. Ну он же все плохо делает. Я с ним полчаса спорил на эту тему. Я подумал, несчастный этот штукатур. Он делает, он трудится, как-то старается. Бесполезно. Все недовольны. Все недовольны. Все несчастны. Поэтому милость Господа, когда есть о ком заботиться, есть в принципе чем заботиться, и благодарны тем, о ком мы заботимся. Поэтому принцип простейший. Поэтому если мы встречаем всех, которые о нас заботятся, то каким нужно быть? Благодарным. Нужно быть очень простым. Нужно быть благодарным. И тогда он будет каким? Частливым. Очень простая формула. Можно дома написать. Забота, благодарность. Очень простые вещи. И один из главных способов заботы очень простой. Ведок он написан как элементарно простой, даже сначала не верючий. Но он настолько прост. Главный способ заботы о других это быть добрым. Настолько просто, что даже сначала не верючий. Главный способ заботы о других это быть добрым. Быть добрым. Доброта. Главный способ заботы. То есть, если мы хотим человеку доставить радость, нужно быть добрым с этим человеком. Всем было бы приятно, если бы к вам еще и добрые относились. Всем было бы приятно. Это учиться в заботе. Человек естественно, что он и со счастливым, если мы к нему добрые. Естественно, что он и со счастливым. Любая собака станет счастливой, если вы к ней добрые. Погладить. Видели ли вы собаку в метро? Интересно. Они добрые, потому что люди к ним добрые, их не бьют, их кормят. И собаки добрые. Они людей не воспринимают как врагов. И добрые. Поэтому, если у животных становится добрым, то почему человек не может стать счастливым, если к нему проявлять добро? Это самый лучший способ заботы. Как же я буду заботиться, денег нет, времени нет, ничего нет. У тебя есть все. Доброту проявляй. С чем бы ты ни встретился, будь добрым. Будь добрым с этим человеком. Просто прояви доброту. Прояви доброту. И когда я начал об этом думать, где-то год назад я начал думать об этом. Когда я начал об этом думать, я стал замечать, как я себя недобро веду иногда. Я прямо стал это замечать. В сердце появилась какая-то шкала. Я стал чувствовать, что тут я недобро поступил. Вот можно было добрее поступить. И тут я как-то недобро поступил. Надо было добрее поступить. Вот появляется сердце. Когда мы думаем об этом, об этом принципе, от доброты, начинаем это чувствовать. Вот недобро поступил. Вот вроде бы нормально поступил. Раньше бы я никогда об этом не задумывался. Нормально поступил. Чего ему, чего надо? Но сейчас я чувствую, да, я поступил нормально, но недостаточно добро. И вот это значит, что у вас сердце что-то зашевелило, что там какие-то движения начали происходить. Оно еще не проснулось, но оно начало чувствовать отношения. Начало чувствовать отношения. Что-то как-то недоброе. Недоброе как-то я поступал. И человек должен переживать. Фактически, вот это вот состояние роста, это состояние переживания, что я сегодня к кому-то недобро поступил. Вот это значит, что мы растем. Вот если я вечером прихожу и по этому поводу переживаю, что сегодня я недобро поступил, это значит, что день в росте проходит. То есть я росту, я контролирую ситуацию, и как-то вот идет рост. Что-то происходит в моем сознании. Сознание должно что-то происходить. Я не должен просто прийти домой, лечь на диван, сказать, так им всем и надо, пусть радуются, что не убил. И уснуть довольным, что я нормальный мужик, все, всем вам показал, как следует. Будут знать, так им и надо. Если не я, то кто их научит? Ну то есть нет, это ненормальное состояние. Вот такое вот. Волчий рыб. Ура! Ура! Сплю. Нет. Сердце реально должна пробуждаться мягкость. Мягкость. Сердце становится мягче. Что такое калиюга? Это жесткость сердца. Что такое материализм? Это жесткость сердца. Жесткость сердца. Когда мы не оцениваем нашу доброту. Мы поступаем как надо, но не оцениваем качество доброты. У нас эта стрелочка, мы ее заклеили. Вот. Жесткость. Понимаете? Если надо что взять, там его автомобиль, заклеить. Скорость. Датчик скорости. Заклеить и все. А я так буду ехать и мне все равно, что они мне скажут. По головам. По пешеходам. Да. Моя дорога. Тут зебры не было. Имею право. Отскочил. Отскочил. Вот так вот будешь знать. Нет. То есть, нет. Это не добро. Не добро. Есть города, где не уступают дорогу пешеходам. Даже если вы по зебре идете. Даже если вы по переходу идете. Еще как-то уступают. Еще как-то есть вера. Все равно я стараюсь по поземному переходу идти. Но я видел города, где просто не уступают. Просто. Человек в ужасе. Когда человек первый раз приезжает в такие города. То есть, настолько вот гуны, там, страшны, такая высокая. Не буду обзывать их. Что просто вот нет шанса. Нет шанса. Она не остановится. Нет шанса. Нет шанса. Вот жесткость такая максимальная. Все это железное превращается. Был конь. Нормальный. Добрый конь. Чтобы на него сесть, нужно тоже быть добрым. В принципе. Потому что у коня есть зубы. И он умеет легаться. Знаете, нет? Я когда к коню первый раз не подошел, я понял, я не готов, чтобы на него сесть. Моя доброта еще не такая. Ни конь, ни меня так посмотрел. Не понял. Я подумал, ладно лучше. Не буду экспериментировать. Не готов я. К машине я готов. В завезья, капиталь. Поехал я сказал. Не. Поехал. А с конем уже не так. Ну это все. Уже нужно к нему быть добрым. Да, конечно, там есть и плёточка есть и то и все. Но все это с любовью. Потому что если без любви и скинет, и еще и копытом дождь. Понимаете? И у коровы так просто попробуйте молоко получить. Да. Доброты не хватает, ноги связывать приходится. Дужно. И по лбу. Легаются. То есть. Любое. Любое отношение требует доброты. Доброта. Бахтихиан по Сарасвати говорил, что надо искать не Бога, надо искать того, кто может показать Бога или рассказать о Боге. Потому что Бога вы все равно не найдете. Потому что в сердце, на самом деле, нет желания увидеть Бога. В сердце есть желание стать Богом. Поэтому он говорил, искать самого Бога это глупое занятие. Это как искать самому деньги. Точно так же глупо. Идите, ищите деньги. Где искать? Ну, рубль найдите. Но не деньги. Рубль можно найти. Но деньги найти невозможно. Миллион кто-нибудь хоть раз нашел на улице, случайно. Никто не находил. Рубль можно найти. Проблем нет. Но деньги найти не важно. Так же и Бога. Какую это сказать... Глупость можете, но Бога просто не найдешь. Нужно сказать того, кто может показать Бога или рассказать о Боге. Так же и деньги. Ну, грубый пример. Нужно сказать того, кто может показать тебе деньги. Или рассказать о деньгах. Так же и принцип нашего развития. Нужно сказать того, кто может приблизить нас к Богу. И это будет эффективно. Наши собственные силы ничего не значат. Ничего не значат. Бог. Это высшая драгоценность этого мира. Так просто не найдешь. Она не валяется под ногами где-то в остановке. Нет, это высшая драгоценность. Она охраняется. Духовный мир это, в общем-то, такая... В какой-то мере крепость. Если мы почитаем описание Вайкунти духовного мира, это охраняемое место. Джей Вик Джорн споет. Скорость у меня, сколько их называют. С булавами. А может, что? К кому? Фамилию? Если в списках не значится, в списке парам, парамет, уже будут вопросы. Стоят, потому что лезут. И приходится время от времени получают булавой. Там такой... Транцедентный такой теннис происходит. Отсюда, чтобы вырваться, нужно гиперусилия. Поэтому нужно разогнаться и вылететь. То есть, как пинг-понг. Мячик летит. Там уже Джей Вик Джай. Поп! Обратно. Понял? Много таких историй редок описываешь. Охраняемое место? А мы идем на остановку искать. Не так просто. Нет. Лучше не того, кто знает. Того, кто знает где. Того, кто знает как. И если мы будем добрыми с теми, кто находится вокруг нас, окажется, что многие из них знают где и как. Оказывается, что многие из них больше нам знают о Боге и могут нам показать путь Бога и рассказать что-то о Боге. Просто мы не добрые, поэтому нам никто ничего не рассказывает и никто ничего не показывает. Мы не добрые, мы злые. Злому человеку ничего не хочется рассказывать. Что вы будете рассказывать злому человеку? Даже родному, близкому человеку что-то начинаешь рассказывать? Он говорит, встань, я занят. И все. И тут же что пропадает желание, что ты говоришь? Хоп-хоп. Поэтому, если мы не добрые, нам никто ничего не говорит. А каждому есть что рассказать. Вот я уверен, если Бог сюда посадил и ему есть что рассказать, его не выгонишь потом. Он столько будет историю рассказать. Как все было интересно. Как он пришел в создание Криши. Как все это интересно. Как он с гуру встретился. Как он что-то понял, как узнал. Просто водиться сказать. Больше язык подвешен, других меньше. Но каждому есть что рассказать. Каждому есть. А причем, представьте, если он прожил 5 лет в духовном развитии, он в принципе может 5 лет об этом рассказывать. В принципе. Почему нет? Легко. Но мы не добрые, поэтому с нами никто не разговаривает. С нами никто не делится. Это принцип. То есть принцип духовного развития, это быть добрыми со всеми. И кто-то нам покажет, где Бог. Кто-то нам расскажет о Боге. Кто-то нам скажет, а вот послушаем. Как интересно. Добрый. Мы можем сказать, что уже любим друг друга. Но опять-таки, для чего приходят трудности? Трудности приходят нам показать, что мы недостаточно любим друг друга. Потому что в трудностях мы начинаем больше любить друг друга. Замечали? Да. А это что значит? Это значит, что без трудностей мы недостаточно пока любим друг друга. Нам пока не хватает трудностей, чтобы увеличивать свою любовь. Нам трудности нужны Трудности, испытания Поэтому и Господь так же Он так же увеличивает нашу любовь Вчера мы тоже говорили об этом Господь действует только так Чтобы наша любовь увеличивалась Только так Поэтому если Он не хочет появляться перед нами Иначе это увеличивает нашу любовь Если бы наша любовь увеличивала Его появление Он бы уже давно появился Но у нас это вызывает только критику И это Бог Которого я любил И это ты Мы можем удивиться Наша любовь еще не такова Наша любовь еще заочная Мы еще слишком мало знаем о Боге Чтобы обрадоваться Его появлению Господь уже был здесь на этой планете Далеко не все обрадовались Его появлению Далеко не все И это Бог пастул Как это пастул Бог Все что угодно Но только не пасти коров Все что угодно Вот я любого Бога приму Но не пастущего коров Вот это вот извините Какого угодно И много людей были в сомнении До конца не могли это принять Хотя были разумные личности Не всегда мы готовы Поэтому Он и не появляется Чтобы наша любовь дошла до какой-то стадии Как только мы будем готовы Чтобы обрадоваться Его появлению Он тут же появляется Как только мы будем действительно готовы Обрадоваться Он тут же в этот момент появится Никаких проблем Поэтому Господь тут же придет Как только мы будем готовы Он не затягивает свое появление Он его не затягивает Это мы затягиваем Что и любовь к Богу Мы ее затягиваем С другой стороны Опять немножко так Будет звучать может быть Но принцип в этом Трудности приходят Чтобы помочь нам избавиться от трудностей Несмотря на это повторение В этом принцип Трудности приходят Чтобы помочь нам Избавиться от трудностей Как ни парадоксально звучит Но когда приходят тяжелые времена Трудности легко преодолеваются Они легко преодолеваются Поэтому Новая трудность приходит тогда Когда мы застряли на старой трудности Мы кажутся О, это так все трудно Все нерешаемо Эту проблему невозможно решить И тут приходит новая Мы понимаем Это и не трудности были Это вообще была какая-то ерунда Поэтому с этим и там Мы уже походу разберемся Сейчас будем решать новую задачу Новая трудность приходит тогда Когда мы не хотим разбираться со старой трудностью Когда она нам кажется, что мы на ней так сконцентрируемся, что она нам кажется непреодолимой, что она не дает нам двигаться вперед. Так происходит новая трудность. Помните старый анекдот? Черная полоса, да? Сейчас пришла черная полоса. А та была белая, оказывается. Поэтому опять-таки трудность приходит, чтобы наше отношение и к предыдущим трудностям изменилось. И пока мы не поменяем окончательно свое отношение к трудностям, все это не закончится. Все это не закончится. Поэтому отношения наши проходят какие-то испытания. У нас есть разные взгляды на духовную жизнь, разные взгляды на философию, иногда разные взгляды на развитие. Это не так, что взгляды должны быть одинаковыми. Это противоречит индивидуальность. Индивидуальность всегда немножечко свой взгляд. Не то, что он противоречивый, нет. Но в нем есть окрашки индивидуальности. Личностное восприятие. И в этом нет противоречия. Разные взгляды не обязательно противоречивы. Взгляды, в принципе, даже могут быть полностью противоположны, но они могут быть направлены на одно и то же. Посмотрите. Сейчас такую мы геометрию возьмем. Или еще что-то. Мы можем смотреть на этот стакан с водой. И мы сейчас смотрим противоположные. Я смотрю на вас, а вы на меня. Наши взгляды противоположны. Но мы смотрим на одно и то же. Это единство. Единство. Поэтому если мы смотрим на одного и того же Бога, но с разных сторон, и даже на вид взгляды могут быть противоположны, и даже звучать это может быть противоположным, мы смотрим на одно и то же. И в этом наше единство. Поэтому люди развивающиеся часто не понимают это. А так начинаются какие-то внутридуховные конфликты, внутривидезные конфликты. Они на одно и то же смотрят. Но по-разному. Но в этом их единстве они на одно и то же смотрят? Они смотрят по-разному. Какая проблема? Это не значит, что это, в общем-то, взгляды разные. Они на одно и то же смотрят? В этом их единстве. Для этого должно быть достаточно высокое осознание. Раз они направлены на одно и то же, поэтому в каждом взглядах есть истинность. Она присутствует, факт. Мы же на одно тоже смотрим? Поэтому видим одно и то же истину. Да, по-разному факты. Просто стоим друг против друга. И направление нашей главности противоположное Но есть и единство Смотрим друг на друга Интересно Стоим друг против друга Направление противоположное Вектор противоположный Смотрим друг на друга Единство Парадокс отношений Стоим друг против друга Сгаде противоположно А смотрим друг на друга А любовь называется Единство противоположности Заметели, как интересно? Поэтому всегда есть какие-то противоречия, всегда есть, как у птицы есть левое крыво, есть правое крыво. Так и любая организация несет себе левое крыво, правое крыво. Не важно, какая организация, любая социальная структура несет себе левое крыво, правое крыво. Что это за крылья? Одни это хранители, консерваторы. Они хранят наследие. Одно крыло. Они думают, что нужно сохранить то, чтобы ничего не менять. Другие экспериментаторы. Они думают, что нужно все менять, улучшать, искать другие способы, новые варианты. Два крыла. Они везде есть. В любой организации присутствуют. Одни консерваторы, другие. Как их называют в политике? Реформаторы, консерваторы, реформаторы. Между ними тушка либералов, которые пытаются их как-то успокоить. Не получится все равно. Но либералы самые несчастные, потому что они от всех получают. И от левого крыла я от лавого. Потому что есть это противоположность некоторая. Но посмотрите на это устройство. Как птича летит. Может она на одном крыле лететь? Не может. Двумя крыльями. И, так сказать, сама тушка, она, в общем-то, главный источник мышц. Несмотря на то, что она получает от обоих крыльев. Главный источник мышц. И так в любой организации, куда бы вы не взяли организацию, так будет. Поэтому не нужно идеализировать духовную организацию. Можете встретить те же самые три прослепия. Вы можете разговаривать с разными преднами. И вы можете потом легко заметить, что он какой-то одной из системы мировоззрения относится. Или вот он явно, вот так сказать, реформатор. Надо пойти и разбрасывать книги в форточки людям. Да, они будут думать, что это им, так сказать, Дед Мороз послал в Новый Год. Поэтому будет читать все это и так далее. Будут придумывать новые способы, еще что-то. Кто-то будет консерватором, скажет, нужно поехать на Ватхакунду, сидеть, сам медитировать. Это единственное святое место, самое святое место. Зачем так мучиться в аду? Кто-то будет посередине, он будет говорить, Ну, можно же и книги просто устранять, потом святое место, поехать на Ватхакунде посидеть. Вот, разные направления. И самое главное, не волноваться по этому поводу. Вы встречаетесь с разными частями одной и той же сложной системы. Даже сама эта система, она не очень понимает, как она работает. То есть представители системы не понимают, как они работают. Но если вы увидите схему, как она действует, у нас это уже так не волнует. Вы не волнует. Никакой проблемы нет. Поэтому это просто части единого механизма. И без понимания этого нельзя, ни в какой социальной организации, невозможно будет стать счастливым. Потому что все время человек будет куда-то примыкать, с чем-то бороться, что-то волновать его будет. Он не будет видеть, что все это естественные части. И даже симпатизируя какое-то из этих частей, он должен понимать, что другие части так же естественные. Что да. Да. Что должно быть, так сказать, слажено единство, слаженная гармония. Никакой проблемы нет. Как только человек этого не понимает, он тут же становится, так сказать, страдающим. Он тут же становится политически настроенным. А политика, это когда мы считаем, что одна рука человека важнее, чем другая рука человека. Вот это вот политически настроение. Когда один глаз важнее, чем другой глаз. Одно ухо важнее, чем другое. Вот это политика. А поэтому? Духовую. А поэтому все политики всегда страдают. Потому что само их мышление половинчиков. Я за левый глаз. Кто здесь за левый глаз подымитирует? Кто за правой? Кто за оба? Центристы есть, да. Но все равно это часть мышления. Все равно это либерально. Это не высшее мышление. В самом принципе, что хочется за оба глаза проголосовать, да? Но это одно из трех вариантов мышления. Центристка, либеральная. Это все равно политика в любом случае. Поэтому если мы думаем, что два глаза лучше, чем кто-то левый, кто-то правый, это в любом случае политический настрой. И мы будем немножко страдать. Мы можем понимать, что в принципе и те, кто выбирают левый глаз, у них в чем-то правый. Те, кто правый, в чем-то правый. Ну, правый-левый глаз, ну. И те, кто оба, тоже в чем-то правый. Все в чем-то правый. Если я считаю, что оба глаза точно лучше, то те, кто стреляют на звук, они с вами не согласятся. Они что делают? Один закрывают. Видите? Мешают. Стреляют, и нет звука, и стреляют. Мешают. Он вообще не нужен, в принципе. Он только отвлекает. Правильно, да? А если настреляют с другой руки, уже будет другой. И начнется. Поэтому, как только начинается какая-то деятельность, человек встает на какую-то платформу, и он начинает потихоньку бороться с другими платформами. Вот это делают его несчастные. Можно увидеть, что действительно есть эти чашки. Есть не только глаза, руки, ноги. Другие разные части тела. Тоже нужны. Социальные устройства. Кстати, есть микро-клоссум, макро-клоссум. Видите, как они сложно устроены. Это почти тело. Варны расписаны по частям тела. Руки, спина, ноги. Нужно все это учитывать. Поэтому, для воцарения гармонии, оба этих крива должны очень любовно, уважительно отзываться друг к другу. Они могут не понимать друг друга. Они могут быть несогласными друг с другом. Они могут каждый делать свое. Но гармония будет, если они будут добро относиться друг к другу. Вот и все. Они не должны соглашаться. Они все равно не соглашаются. Это невозможно. Это функция нашего сознания быть несогласными. Они могут все равно действовать по-своему. Они могут не слушать. И может режеть слух то, что говорит человек из другого крива. Да. Ему может даже быть плохо, когда он слышит, как говорит человек из другого крива. Абсолютно нормально. Поэтому часто мне говорят, я не могу слушать там лекции этого человека. Я говорю, это не проблема. Потому что он из другого крива. А другие же могут, они сидят и все довольны Просто крыло другое Но Хотя это есть Кажешь, кажешь Если противоречие Если сами представители этих крыльев добрые относятся друг к другу Проблем не будет Одно крыло должно любить другое крыло Мы же одной рукой не спаем другую руку А ты рука не нужная А ты от толку никакого нет Как это? Это все, это надо идти в секус Так же? В секус, в глаз, в ненужный глаз Ненужный, сумасшедший Нет, только оба То есть мы должны доброе относиться Доброе относиться Да, я пишу Пишу правой рукой Но я же не щипаю каждый день вечером левую Ненужная, непишущая рука Она в принципе даже считается грязной Скажем так, по культуре Ну как без нее? Если не будет грязной руки Тогда придется чистой Ну хорошо, как-то Видите, то есть должна быть гармония Должна быть гармония То есть достаточно уважительно и с любовью относиться к другу Вот и все Не обязательно быть согласным Абсолютно не нужно Но вот быть уважительным И с добра в твой относиться Это просто наша обязанность Это обязанность Тогда все будет хорошо Будет такое разнообразие Будет разное говорить Интересно Каждый просует Но все добрые И можно быть в этой системе Можно быть Не важно, что это Семья, завод, социум, духовная организация Не важно, что это Знаете, в семье то же самое абсолютно Муж может одно думать Жена другое А так обычно происходит Обычно так и происходит Так и происходит Никак иначе Поэтому В адхашастре даже говорится Что жена до конца Не должна говорить мужу На что она хочет Пократить деньги До конца не должна говорить Потому что если он услышит Он тут же будет против Он тут же скажет Зачем это ерунда нам нужно? Вот гаечный ключ Это нужная вещь Новый режим Вот это нужно А это зачем? Хотя что этого мало Давай Тут же будет непонимание Поэтому Гаечный, как говорится Хочешь что-то сделать? Не говори, что ты хочешь сделать Потому что другой точно будет против И он начнет строить кознь Поэтому Например Такой совет дается Женщине Ну естественно Это не значит, что Нужно тратить все Но если у вас есть деньги И вы уже решили На что-то потратить Лучше сначала потратите Потом вы скажете Так будет спокойнее Потому что в этом случае Уже Так сказать Факт немножко Уже Лишает Темы спора Ну купила Купила Ну бывает Больше не надо Но она уже хотя бы куплена Но если сразу это говорится То если вот эти два крыла Совсем разные То все тут же начинается Отлопание крыльев Левое крыло важнее Нет Правое важнее Это тоже надо Все, мы сегодня пойду И все И ничего Все такое Купами крыльев Но Это нормально Разный взгляд Нормален абсолютно И в принципе Страшный тайн Потому что договориться В принципе невозможно Как можно просто деньги делить И только тратить И тратить Самое что А вот договориться Что действительно Семье нужно Это такое вот Подозрительное дело Это в очень редких случаях происходит В очень редких Просто деньги разделите И живите спокойно Живите Вот хочется ей 10 пар Пусть будет 10 пар Какая разница Тебе хочется 10 ключей Пусть будет 10 ключей Но вот это вот Слишком долгое обсуждение И борьба За что надо купить Это вот Очень тяжелая ситуация В семье Очень тяжелая Лучше всего Когда просто деньги Вот разделились И каждый идет Тратит Ну это глупо сейчас объясняю Тратит Ну что хочет Потому что В принципе Одно крово Не поймет Другое крово Даже если согласится То не поймет Сырку Поэтому И можно и не волноваться На эту тему Поэтому В общем-то Это тоже нужно понимать Поэтому Вот эти вот Сема Которая Что стоит На традиции Эта система Которая требует Изменений Вместе Они подобны К соединению Тормоза и мотора Есть тормоз Есть мотор Еще есть Труль Поэтому Так сказать Тормозят Личности Которые стоят На традиции Притормаживания Мотор Рвется вперед Во всю Крыть Поэтому Его нужно Тормозом Успокоить Но рулить Всем Тушко Центристы Они всем рулят Поэтому Если хотите Рулить Организацию Нужно быть Центристом Если будете На ком-то крыле Пошарвет Обычно Организация Срывается Когда Руководитель К какому-то крылу Примекает К левому Или правому А руководитель Должен быть Центристом Должен быть рулем Да Мотор Загнался Тормоза Тормозат Сказать Они Уже Там И ручник И все Тормозят Как могут Но Все нахи Можно Как-то Вылить Как-то Можно Этим Вылить Как Сейчас Мы были В горах Рассовываем И Машина Заехала На самый верх Рассказывала Заехала На самый верх Но Водитель Вышел Пошел Там Кнуть колесо На ту сторону И машина От этого пенька Она поехала вниз Говорит Мы все В ней сидели И Первым делом Мы стекли За руль Мы сначала На тормоз Нажали Тормоз Не работает Потому что Машина Выключена Там Гидравлика Не работает То есть Тормоз Проваливается И За руль Сходи То есть Руль Главное Да Если даже Сорвалось То все равно Можно вырубить Все равно Если уж там Сильных поворотов нет Можно как-то Вырубить Но если Руля Уж Если уж Руль заклинуло То все Как русские Экономные люди На спуске Выключают мотор Думают Что сэкономят А потом Оказывается Руль заклинило Попогачивало Знаете Мы еще не знаем Тогда не поворачиваете Пока заведешь Пока Руль расклинишь Уже выезжаешь Из поворота То есть Главное Что в принципе Рульная схема Работала Даже без тормозов Можно Однажды Меня даже везли Полностью Без тормозов Через весь город Да То есть Как-то там Мотором Торможили Обычняком И довезли Причем Абсолютно нормально Нажды Меня везли На спортивной машине Тоже Я в ужасе Вообще Вышел Как последний раз Ехал Не доеду Но главное Руль Руль Если человек все-таки Владеет рулем В принципе Система доедет Но когда только мотор Унесло всех Или когда только тормоза Все Организация не будет развиваться Не важно какая Семья Не семья Общество Социум Завод Главное Чтобы вот Руль Он их всех Разруливал Так и называется Разруливать Все Разруливать Что-нибудь Такая у нас Алекция Парасония Может Получилась Поэтому Богоугодное дело Может быть И консервативным И реформаторским В общем В любом социальном устройстве Наблюдаются Такие структуры Много что происходит Много сложных ситуаций Происходит Помните историю Про Ханумана Про мать Ханумана Очень интересная история Она такая Для размышлений Обычного матери У Ханумана Мама Что-то Рассказывает Мать Ханумана Пообещала Одному человеку Защитить его Долгая была история Честный принцип Пообещала Защитить его И когда Рама Решил его убить Он встретился с Рамой И был на другой стороне Войска И Рама Решил его убить То Мать Ханумана Попросила Сына своего Ханумана Пойти И защитить этого человека Представьте себе На ситуацию То есть Рама Стоит С луком уже И Хануман Хануман Встал Перед этим человеком Сказал Я буду его защитить Это Хануман Хануман Его То есть Сто процентное Это не слово Там Пятисот процентный Предник Пятисот процентный Предник Я сказал Не отдам его Не отдам Буду сражаться Он сказал Тише Ну и будешь сражаться Я думаю Мама попросила Что сделал Рама Убила Долг Нет Рама Рама рассмеялся Объеднял Говорит Ну ты Молодец Молодец Мама Это святая Мама Всегда была Святой Даже такие ситуации Происходили Интересные Рама Была очень довольна Казал Я бы так Молодец Поэтому Много бывает Видите Поступать Приходится Как левое Крыло Как правое Как угодно Бог знает Друг против друга Приклиться Идти Все что угодно Может происходить Мир Посмотрите Вся Махатхара Вот она Этими ситуациями Завязана Братья против Братья То и так И вся Но Доброту До конца Чем пандалы Были Знамениты В общем-то Тем Что они до конца Пытались проявлять Свою доброту Это наши братья И когда они Выходили из себя Мать приходила Говорила Это ваши братья Вы должны к ним Быть добрыми Если я постоянно Об этом говорил Проявляйте Доброту Проявляйте Проявляйте Сколько они Двадцать лет Проявляли Свою доброту Их двадцать лет И пытались убить Представьте Ваш брат Двадцать лет Вас Около дома Вашего Он поджидает С молотком И нападает И нападает На вас Вы как-то Отбиваетесь И приходите Домой И мама Говорит Надо быть Добрым Своим братом Это брат Да Господь Послал Такого брата Надо быть Добрым Именно так Было Даже Хузы Все И жгли И травили И все Что угодно И все время Надо одно Братья Ну вот Да Ну бывает Жизнь Ну такие Братья Надо быть Добрыми Ну подождем Может как-то Разрубится Эта ситуация Ну а тебе Кришна приходил Как-то Пытался Быть Как-то И всех Успокаивает Ну дайте Немножко До конца Ситуация Пытались Быть Добрыми Пытались Быть Добрыми Когда уже Не получилось Все Жена 20 лет Волосы Не расчесывала И все равно Они старались Быть Добрыми Такая интересная Ситуация Поэтому И те И другие Просто Вместе Возвращаются К Богу Должны хотеть Вместе Вернуться К Богу Это Любовь Желание Вместе Вернуться К Богу И тогда Духовный Мир Он Входит В жизнь Таких Отношений В эти Отношения Мир Входит В жизнь Отношений Когда мы Добрыми Другу Хотим Вместе Вернуться К Богу Все Испытывают Счастье Уже В этом мире Можно испытывать Счастье Доброта Между противоречивыми Взглядами Дает Счастье Уже В этом мире Потому что Если у нас Взгляды Одинаковые То Доброта Большого Счастья Не дает И так Сатанат Ты так же Думаешь Так же Ну понятно А когда Он не так же Думает Но мы Добрые Это дает Счастье Вот это Делает Нас счастливыми Удивительная Ситуация Это даже Больше Чем Обед Не разводится В этой жизни Это даже Больше Чем Обед Не разводится Этот Машемейный Обед Быть добрым Несмотря На разногласия Это даже Более Серьезный Обед Чем Не разводится Потому что Не разводится Это такой Грубый Обед Это тонкий Вариант Этого Обета Не разводиться Не бросать Другого Тонкий Вариант Желание Быть вместе Всегда Несмотря На противоречия Еще Более Тонкий Обед Мы Грубый Не можем Отговорить Такое Тонкий Обед Поэтому человек в семье В принципе в чем важность семьи То что человек 20-30 лет Он именно этому тренируется Жена говорит другое, родственники говорят другое Дети ему противоречат Все говорят все другое А он каждый день 24 часа свою доброту проявляет Ну ничего, ничего Ну ничего, ничего Все равно проявляет и проявляет Проявляет и проявляет Проявляет и проявляет 30 лет Поэтому все другие Им уже будет абсолютно легко проявлять свою доброту Потому что когда кто-то тебе 24 часа в сутки С тобой не согласен И ты к нему проявляешь в доброту Вот это да, аж тебе Поэтому кто-то там в автобусе Не то что ты сказал На него даже ничего в сердце не появится Счастья тебе, добрый человек Иди с Богом В этом в принципе есть смысл В несемейной жизни Поэтому дело-то не в разводе Развод это просто грех А по-настоящему семейная жизнь Проносит результат, когда мы Остаем все добрыми В моменты противоречия Это по-настоящему результат Вот тогда действительно Человек может сказать, вот эти 20 лет, 30 пошли мне на путь Потому что я теперь Добрый ко всем После семейной жизни Я добрый ко всем Семья сделала меня добрым Да Клюки у меня есть Делать эту мысль не пить Я прошел семейную жизнь Я был добр в вашей ситуации Так уже два долга Уже разговаривали Вопросики, пожалуйста, можно по этой теме назвать Да, я раскрывал этот момент Я говорю, что концентрироваться на Боге Это искать тех, кто нам может рассказать о Боге Или покажать Богу То есть концентрация на Боге Это концентрация на тех, кто нам может рассказать о Боге Или показать Боге То есть фактически концентрация на Боге Это концентрация на Своем ученице На Его словах На Его наставления или концентрация на учениках своего учителя, которые раскрывают нам слова своего уч scap. То есть, вот это именно так и начинается концентрация, потому что мы, как вы правильно сказали, не можем понять и куда тут, собственно говоря, смотреть. Но нам кто-то раскрывает, куда смотреть, зачем и как – это наш учитель. Вот кто нам раскрывает, но куда смотреть, зачем и как – это наш учитель. Поэтому мы должны концентрироваться на словах своего учитель. И это естественным образом направит Нашу концентрацию на Бога То есть очень просто, смотрите Наш учитель смотрит на Бога Мы смотрим на учителя, куда мы все смотрим? На Бога А сами мы еще не можем так просто на Бога Посмотрите, сами мы еще, я бы сказал Больше себя показываем Вот я пришел А это тут у вас что? Поэтому в основном Бог на нас все смотрит Не мы на Бога Смотрят и удивляются Кто пришел? Это мой Поэтому сейчас для нас Бог немножечко символичен для нас И только наш учитель понимает Личность Бога Потому чтобы развить свою личность Нужно сконцентрироваться на учителя Который уже имеет личность То есть учитель это тот Кто видит личность Бога А мы, к сожалению, видим символ Бога Вот в этом пока наше неофитство Мы видим символ Бога Если бы мы видели Бога Все было бы по-другому Все было бы по-другому Все было бы по-другому Еще раз Как начальник И дадим Если бы было плохо То есть делать еще что-то То есть тогда человек Полный ответ И не знаю Если бы он был Академ 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 Он помнел Что Ну,Pん Академ Академ В Meinung Не надо Лучше Вы прощили Господи Человек Да прощение снимает напряжение, но не приводит к взаимопониманию то есть не нужно думать что если он просил прощения, то на чего же взаимопонимание нет, это снимает напряжение напряжение снимается скажем так, ружье разряжается но противостояние не уничтожает поэтому мы должны конечно снять это напряжение то есть он разрядит ружье но Но патроны они могут не вытащить. Поэтому нужно быть добрым. Да, потому что опять может в любой момент начаться переспределка. Поэтому снимите напряжение, конечно, то есть с напряжением жить нельзя. Напряжение это болезненная ситуация. Поэтому вы чувствуете его всегда. Напряжение вы всегда чувствуете. Поэтому если есть напряжение, нужно идти извиняться. Как угодно. Потому что если даже вы извините, что он вас не простит, напряжение будет снято. Вы будете жить спокойно. Это уже его напряжение. То есть у каждого свое напряжение. Если вы снимаете свое напряжение, его не обязаны сняться. Так вот, чтобы понять. Поэтому вы-то изменились. Даже если он вас не просил, ваше напряжение снялось. Вы свое лужье разрядили. А он не обязан. И мы этого и не ждем, в принципе. Поэтому мы просто проявляем свою доброту дальше. И существует такое мнение, что... Вот эта вот линия обличающая, она очень такая строгая и дискомпромиссная, да, у нее чуть компромиссия. То есть, если мы находимся на 1 мм в сторону, то куда мы потом перейдем, да? И, с другой стороны, вся человечество было построено в том, что, ну, выбирали, то есть, на Гермонте над тем, что группе нужно есть, у них не золотая середина, все справа, все, в принципе, это тоже понятно, да? Вот. Что вы... Какому я могу сказать? Эм... Обер. То есть, когда он дефицит у нас в голове, что это не было, да, что это человеком, и я сказал, что ему объяснить, что он не в курсе реалии живет сейчас, да? А он, как-то лично взрослый, очень так... Хотя, по этому, ты сама знаешь, я это чувствую, что, ну, как бы, ему уже голова были по твоих жильковских таких вот... Ну, это меня. Во-первых, нужно понять, что Бактискан Тасарасати был как раз именно достаточно революционный по своей курсе. Он первый одел костюм, он первый ездил на машине, достаточно был революционный. Был очень революционный. В то же время он, так сказать, жесточайшим образом разбивал все, опросом, партнеристические направления. Поэтому я не думаю, что он был как раз вот в одну сторону направлен. Как раз вся его жизнь показывает, что он как раз совмещал в себе и очень жесткую левую сторону, и очень жесткую правую сторону. То есть, он давал ей абсолютно новые тенденции в проповеди. Абсолютно новые. Например, там того же Ширпаку Паду он направил, да, в этом направлении. Все тиши, Ширпаку Паду, ну, продолженный этот путь, там, все, и, в общем-то... Что до сих пор все в шоке. Ну... И в то же время он, так сказать, очень жестким образом разбивал все вот эти какие-то отклонения. То есть, как раз вот в нем я вижу полную гармонию вот этого соединения, что он умудрялся это все насоединять. Поэтому, несмотря на то, что человек может в разное время проявлять вот эту какую-то жесткость своей позиции, это абсолютно нормально. На то она и позиция, чтобы она не стоять. И нужно что делать? Нужно еще и вербовать кого-то в свою позицию. Как без этого? А тогда это не позиция. Позиция требует вербовки новых членов. Поэтому это нормально абсолютно, но должна быть доброта. Поэтому доброта присутствует. Поэтому вы можете сколько угодно спорить, но делайте это добрым. Пусть спорят, но никакой проблемы нет. Пусть все проявляют свою жесткость, свою позицию. Никакой проблемы нет. Но нужно делать это добрым. Добрым. Добрым нужно уходить. Доброта не должна уходить. Это принцип воспитания. Что воспитывающий должен, так сказать, однозначно наказывать. И он должен наказывать в соответствии с правонарушением, с неправильным поведением. Но он должен наказывать всю доброту в сердце. Это качество гуру. То есть сердце должно быть мягкое как розовое. А речь, деятельность должна быть жесткой как речь. Как раз это соединение в одной личности появляет этот принцип гуру. То есть он по середине находится. Он может ее отрезать, но сердце его легко. Он проявляет свою максимальную любовь. И в этом случае личность становится, в общем-то, скажем так, в нашем понимании, совершенно. Совершенно. Мы или вот эту однозначность проявляем без теплоты, или слишком много теплоты, если это сентиментарность превращается. А когда оно вместе... Поэтому я не думаю, что Бахтисханта Сарасвати был однозначно вот такого плана. Я думаю, что это немножечко исторически неверно будет. Ну, вопрос идет в том, что мне по другому... Ну, что я могу сказать, что я не хочу сказать, что... Здесь мы имеем какой-то коллектив, как синяя, например. Угу. Угу. И... Речь не просто о регулировании. Угу. 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 const launch to Re tus should always be possible, hein? Угу. Угу. А тут уже видите другое, да? У нас всегда должен быть посредник. Если два крива теряют возможность решить все это добрым способом, всегда должен быть посредник. Посредник это отвлеченная личность. Например, кто такой консультант? Например, это моя работа. Консультант. В чем работа консультанта? Приходят всегда, например, семья, приходят два противоречивых человека и друг против друга высказывают по часу свои претензии. Но меня это не трогает, я посередине. То есть, так как я не в этой ситуации, я посередине. Поэтому я могу и говорить об этой ситуации спокойно. Я могу с ними двумя об этом говорить. Поэтому всегда, чтобы в раскаленной ситуации найти какое-то решение, всегда должна быть нейтральная сторона. Это везде применяется. В семье нужно пойти к родителям. В политике, посмотрите, две противоположные страны встречаются на третьей стороне. Какая-то третья страна берет на себя проводить их переговоры. А в духовной ситуации два ученика берутся, зовут какого-то другого приглашенного, предного, грамотного, чтобы он как-то разрулил, там ашлоку зовут, чтобы он поговорил с ними на эту тему. То есть, всегда, если человек просто, скажем так, не в ситуации, то он уже может урегулироваться. Если он просто не в ситуации. Если он стоит на чьей-то стороне, он уже не может урегулировать эту ситуацию. Он уже будет... Это судья называется, в принципе. Это, конечно, очень тяжелая работа быть в семье. Поэтому за это нужно молоко выдавать. За вредность. Вечернюю, убираю все. Политры. Но это единственный способ в этом случае. То есть, вы знаете, что вот это нет гармонии с центризмом. То есть, нет центризма. То есть, не урегулировано. То есть, нет вот этого какого-то звена, который отвечает за эту позицию центризма. Бывает такое. Ну, что угодно может быть. Может быть, как угодно. То есть, какова жизнь. Поэтому в этом случае, да, нужен кто-то вот искусственно-центричный. Искусственно-нулиберальный. То есть, он просто не в ситуации, а значит, он изначально-нулиберальный. То есть, он просто не в техниках, он не понимает, о чем он ругается. Жить все спокойно, уволить. А поэтому, через него можно решать какую-то ситуацию. Именно так и происходит. То есть, эта классическая схема конфликтологии. Кто-то должен быть вот отстраненный от ситуации. Поэтому, даже мнение свидетеля не принимается, если это свидетели не отстраненные. Если это родственникчит. Его мнение в суде уже не учитывается. Потому что он уже на чьей-то стороне. То есть, свидетели должны быть абсолютно вот отстранены. И тогда можно, как-то ситуацию пометить. И судья тоже должны быть отстранены от ситуации. Открыть. Шау-хам. Открыть. Открыть. Открыть.